А это выпускник отечественной фабрики звезд Дмитрий Колдун. Свой голос он отдал родной Белоруссии. Его конкурсная песня, правда, без политической подоплёки. Это и понятно. У нас ведь союзное государство. Несмотря на это, и Колдун, и Сердючка уже меньше, чем через месяц, будут биться за золото Евровидения с российским серебром. Когда ж я уже, наконец, диплом-то получил? Ну, диплом получишь, как выполнишь, полный план. Студент химфака Дмитрий Колдун в Белорусском университете появляется нечасто. Поэтому его, если кто и встречает, то или декан, или его заместитель. Учёба снова не ладится. Раньше не давали гастроли. Теперь нужно готовиться к Евровидению. Кем бы он ни назвался, в Минске его всё равно узнает каждый. Недавно продюсеры решили, что в Хельсинки он поедет не как Дима, а как просто Колдун. Этот новый образ и песню решили обкатать в Белоруссии. У меня мама не любит сниматься. У нас такие игры не играли. Мама не любит сниматься. Её разыскивает милиция. Мама Дима пока ещё не привыкла к вниманию. Она сильно соскучилась, поэтому в гримёрке за кулисами пытается сына подкормить домашними пирожками. А к ней все лезут с вопросами. Ну как вы воспитали такого таланта? Бедно. Теперь вся личная жизнь Колдуна за кулисами. Здесь он встречается со своими друзьями. Сейчас мне расскажешь, какой я молодец. Здесь же принимает килограммы подарков от бывших одноклассников и местных фанатов. Он совсем неожиданно стал почти национальным героем. Под горшок меня постригли. Греции. Стилист Валентина меня стриг. Тому, что Дима появился в Минске вместе с Киркоровым, никто не удивился. Здесь все знают. Российский поп-король финансирует промо-тур. Он же написал музыку к песне. Что-то меня уже публика заждалась. Пойду. Через несколько минут зрители этого зала впервые услышат песню, по которой в мае будут судить о целой стране. Колдун, правда, даже если и победит, возвращаться в Белоруссию пока не собирается. Мы веселые, большие, большие, большие.